здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал свидетели потопа значит спасибо моим подписчикам и зрителям за предоставленный материал вот такой вот сайт называется родлайн лес из 60 метровой глубины карьера песком засыпан с севера в записи факта потопе в копилку в Сибведа таксодиум я уже рассказывал о найденной и хорошо сохранившейся таксодиевой рощи в одном из карьеров на территории Венгрии деревья точнее пни высотой от 6 до 8 метров нашли на глубине 60 метров удалось найти отчет венгерского ученого ученого Миклоса Казмера в этом отчете есть дополнительная информация которая раньше была недоступна и уникальные фотографии вот к примеру одна из них обратите внимание как хорошо сохранилась древесина вот значит фотография блин натуре такие блин деревья ого так миоцен ископаемого леса в Венгрии полевые наблюдения и план проекта самый старый лес сохранившийся на корню был обнаружен в Букарбране Венгрии в открытом карьере бурого угля были выявлены 16 дней от 1,8 до 3,6 метров в диаметре стоящие на вершине угольного пласта ископаемый лес где деревья стоят в вертикальном положении и где оригинальная структура леса сохранилась по разным причинам встречается очень редко ископаемый лес был найден в этом карьере в июле 2007 года шахтеры работающие на вскрыше песка обнаружили на глубине 60 метров стволы деревьев на верхней части угольного пласта с осторожностью желая сохранить эти необычные деревья они убирали песок слоями над выступающими 16 огромными деревьями по просьбе директора шахты Тибор местный музей Мишкольц создал команду геологов и палеонтологов изучать сенсационные находки команда геологов палеонтологов и почвоведов из Этвеша университета и Венгерский музей естественной истории Будапеш и университета Сент-Иштванг-Геделле была сформирована полевые наблюдения и измерения проводились на стволах и на быстро меняющихся песчаных стенках карьера в данной статье предлагается первый обзор ароскоп стратеграфия дугообразные карпаты окруженный озером Паннон в конце Меоцена стремительные реки размывали горы и в изобилии несли песок с юго-востока и серого ростока заполняя озеро оседали огромные дельты в конце Меоцена пышный лес производил достаточно органических веществ чтобы накопить их в болотах в которых образовывались угольные пласты из отложений открытые рудники вишонта это уголь ни бурый уголь ни песчаник не содержали нужных окаменелостей для того для точного определения возраста слоя на котором вырос найденный лес на корреляции от последовательности скважины сейсмических профилей дали возможность установить возраст около семи миллионов лет деревья лес деревья определили как таксодиум или секвой секвой ох ты мать секвой короче связанных с современными секвой верхний слой угля дали обильную листву и шишки кроме того предыдущие исследования сообщили ольха вяз и вымерли так сообщили вымерли широколесный кустарник такой-то такой-то из ближайших мест ассамбляж пыльцы в буром угле свидетельствует о богатых видами болот и пойменных лесах где преобладают таксодиевые острые ребра что видны у нескольких деревьев делают их похожими на гигантские красные секвой этот рот ограничивается сегодня небольшими участками в горах калифорнии он не живет в болотах однако до ледникового периода несколько видов секвой жили в водно-болотных угодьях Америки и Эмразии что проведено большим количеством пыльцы в отложениях точная идентификация этих деревьев и других найденных в виде коряк в процессе значение дерева окаменелось ископаемые леса были найдены на всех континентах и в большинстве геологических возрастов их древесина в основном минерализированная обращенная в кремнезем или карбонат реже в перит леса сохранившиеся как дерево крайне редки остров Элсмир в Канадской Арктике дал немного эоценового леса мумифицированные деревья здесь были выкорчеваны лес сохранились пнями либо сохранились пнями только до некоторых дециметров высотой ископаемый лес Дунаорода в Италии на Апеннинах слабо минерализированный несколько несмотря на то что ему два миллиона лет есть мумифицированные поваленные бревна и вертикальные пни до полуметра высотой в эоценовых слоях Арктики в Канаде прямостоящие акварцованные или кальницированные стволы известны на всех континентах и от большинства геологических эпох тем не менее найти такие огромные деревья в вертикальной позиции большая удача ископаемый лес является единственным местом во всем мире где большие деревья сохранились стоя с оригинальной структурой полностью сохранившейся древесины захоронение бурого угля покрыто серым песком это хорошо отсортированный средний крупнозерный песок ведет себя как зыбучие пески если насыщен водой километровые стены в карьере как на дисплее демонстрируют стратифицированные пески примыкая к основанию лигнита до 1-2 метра высоты он отображает горизонтальное залегание стратификация усугубляется слоями органических остатков вот значит фотографии и кариак струны мелкой гальки встроенные в песок были замечены прикрепленные к стволам их функция представляет собой дно озера и основу среды вверх толщиной примерно 20 метров идет слой песка наклоном на 15 градусов на север то есть видите вот да слои выстилающие переход от дельты реки ко дну озера во всяком случае я так это понял и разместил для пояснения данную графику примечания вот это вот он зарисовал как чего тут текло песок у деревьев серый до максимум 6 метров над бурым углем выше песок разных цветов желтый и коричневый граница серого и желтого песка явно совпадает с верхней частью стволов деревьев мы полагаем что резкий прирост на 20 метров уровне озера паннон произошел в лесу 7 миллионов лет назад в это время некоторые деревья уже были мертвы песок переносимый реками в озеро завалил стволы деревьев вот так значит они предполагали как это все выглядит за 7 миллионов лет бескислородная безбактериальная среда сохранила деревья и их дисперсное органическое вещество гидрогеология карьер составляет два с половиной километра в длину и один километр в ширину это открытые ямы 60 метров с крышных пород удаляются чтобы достичь 12-ти метровый слой низкокалорийного угля лигнита десятки насосов понижают уровень грунтовых вод на 80 метров так что все шахтеры и техники работы в сухой яме угольные слои представляют собой полосы в два километра в длину и менее 100 метров в ширину ископаемые деревья были найдены только на площади 50 на 100 метров исключительная сохранность древесины даже в карьере объясняется редким состоянием серый песок как правило вышележащих угольных пластов толщиной около 0,5 метров здесь же толщиной около 6 метров условия сокращения здесь допускается сохранение стволов до 6 метров в высоту находили оказывается и другие стволы и в другом месте в карьере время от времени как нам рассказали шахтеры сахар относительно мягкое при нажатии пальцев только не было коры кроме как в карманах окруженной ксилемы таксодиумы известны своей способностью противостоят разным видам грибов и древоточицам насекомым несмотря на это несколько стволов имеют серьезные повреждения и заполнены серым песком и перитом вот такие вот пеньки тангенциальные трещины указывают на различные процессы деградации эластичная целлюноза клеточных стенок истлела в разных направлениях в то время как лигнин сохранился при намокании стволы подвергаются воздействию солнечных лучей и воздуха сильное искривление происходит при испарении паровой воды чтобы понять тип и модель субэкоральных грибковых деградаций и подводного бактериевального распада мы сопоставляли модели с помощью рентгеновской компьютерной томографии и определяли загнивающих агентов через сканирование на электронном микроскопе хотя стволы деревьев казалось бы сохранили свою оригинальную трехмерную форму дерево очевидно целлюлоза внутри лигнита пострадала найдено лежащее бревно 12 метров толщина 0,8 метров в общем вертикально стволы и упавшие бревна отличаются по форме плотности и внешнему виду у корня шейки казалось бы были срезаны пни в ходе дифференциального уплотнения водой песка и бурого угля деревья понесли незначительное но повсеместное обдирание и уплотнение по всей поверхности 12 деревьев из 16 были спилены 4 из них были недоступны для плывуна расположение деревьев было зафиксировано геодезической службой карьера диаметр у основания на высоте груди и верхней были измерены половина дисков толщиной 20 см были вырезаны цепной пилой коряги и с крыша песок также были взяты образцы хранятся под водой и в древесно-кальциевой лаборатории на кафедре палеонтологии университета Этвеша в Будапеште чтобы избежать высыхания, деформации и трещинообразования 4 дерева были упакованы и убраны в музей Отто Германа в Мишкольц где их консервируют различными способами одно покроют влажным песком, другое погрузят в чистую воду также в сахар и растворы различной концентрации 6 стволов лечили стремительным строительным клеем и различными смолами сотрудники национального парка БЮК сейчас они выставлены в парке окаменелостей окаменелостей выпалькнуться во время резки образцов для дендрохронологических исследований было обнаружены узкие кольца меньше чем в 1 мм шириной вверху ствола, где диаметр 80 см насчитали до 400 колец к сожалению свежие спилы окислились в течение нескольких часов и границы кольца недоступны для наблюдения мы ожидали значительно больший возраст деревьев идут фантазии, мне они интересными не показались желающие по ссылке на источник почитайте сами резюме результатов и дальнейшие исследования в процессе сохранение леса стало возможным из-за внезапного подъема уровня озера панон утопления леса с последующим засыпанием его песком из дельты насыщение песка водой позволило сохраниться дереву в течение 7 млн лет с минимум минерализации поскольку это самый старый известный лес на земле сохранившийся как дерево то карьер ископаемого леса заслуживает специального исследования возраст угольных пластов и лесов систематика ископания их растений деревья листовая флора пыльца флоры гендрохронология возраст деревьев и относительный возраст изменения климат сезонность засушливость поводок лесная структура размере деревьев социальная структура в сравнении с современным лесом ну это короче чего они там исследуют дальше автор высказывает благодарность рабочим и дирекции карьера и всем профильным службам проявившим заботу и помощь в изучении и сохранении найденной реликвии благодарность СМИ освещавшим события отчет в оригинале можно посмотреть здесь по ссылке спасибо за внимание на этом ролик заканчиваю подписывайтесь на канал буду показывать вам много интересных документов до свидания 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 до свидания